Ну, наверняка тоже видел беседы с Евгением Потемином. Вот заходил к Геннадию Тихоновичу, такой вот человек, значит. Да, такой с Украины. Ну, я сомневаюсь, знаете, что я пытался там, значит, сначала я смотрел вашу беседу с ним, но у меня просто, не знаю, не хватило силы дослушать его. Он там начал рассказывать свою точку зрения, поэтому я как бы потерял всякий интерес, я переключил. И так же с Игнатием Тихоновичем он беседовал, по-моему, два раза, я точно так же посмотрел начало чуть-чуть. Не хватает каких-то душевных сил, чтобы до конца дослушать. Я понимаю, да, но вот по этому поводу как раз у меня интересно. Но я ищу таких сейчас думающих людей православных, все-таки, которые в утвержденной вере. У нас с Александром уже, наверное, сколько, второй недели идет такая, ну, в общем, в принципе, переговоры по поводу этого человека. Александр в нем нашел как бы источник каких-то знаний, которые могли бы в нем раскрыть какие-то, ну, тайные такие вот, может быть, спящие до сих пор вот эти источники. Вот. И он как бы видит болезненность общения в нем. Вот. Я же, наоборот, мне тоже интересен этот человек, но я вижу опасность общения. Вот мы, наверное, часа два с ним вчера пробеседовали на эту тему. Он говорит, ну, тебе, может быть, тебе как бы закрыто с ним. Вот. А мне я вот вижу, допустим, что я что-то открою. Я вот вообще думаю, насколько нам полезно вот знать сверх того, что нам дано, да. Вот. Есть ли по этому поводу какие-нибудь мысли? Ну, я думаю, так вот. Я посмотрел вашу беседу по этому поводу с Игнатием Тихоновичем. Там одно, значит, вы выложили, там другую выложил сам Игнатий Тихонович. Вот. Но я смотрел вашу версию, Игнатий Тихонович, я только посмотрел, что это одно и то же примерно, и смотреть не стал, но только начало. То есть, вот какое мое мнение. Я думаю, если человек, слушая его, имеет какие-то такие вот душевные... Игнатий Тихонович, чем он прекрасен вот в этом отношении, что у него вот такая детскость и такая душевная сила, вот как бы обратить человека ко Христу. Он его выслушал, он как бы выслушал все, ничего. Он говорит, пока, говорит, я не вижу ничего такого опасного для себя, как бы. Вот. И человек что-то ищет. Ну, в конце концов, да, он же человек, он же тоже ищет, он тоже как бы должен спастись и тоже хочет спасаться. Другое дело, да, у меня нет тех, я не чувствую с собой ни тех знаний, которые я мог бы ему бы дать, вот, ни тех душевных сил, чтобы с ним было вот по этому телу, ну, и нести этот крест, как бы, беседовать с ним, его переубеждать, или даже и опыток не имею. А Игнатий Тихонович, слава Богу, милостью Божию, он всем этим обладает, как я думаю. Он, то есть, он не отмахнулся, будучи он постарше меня намного, он не отмахнулся от этого человека, он говорит, да, он мне интересен, да, я буду с ним беседовать там до тех пор, ну, даже до каких-то пор, пока я чувствую, что еще могу его как-то обратить, наставить на путь истинный. И вот, как бы, да, это Светоч, Игнатий Тихонович, ну, не тоже вот будет с таким человеком общаться. Как бы, не знаю. Мне вот интересен такой вот вопрос. Вот, как бы мы с Александром вчера два часа, до двух часов ему и спать пора, и я его отпустить тоже не могу, как бы рассуждаем на эту тему. Вот, я говорю, ну, как же так, брат, ну, для спасения мы же имеем все, как говорится, все условия, вот, и все нам открыто для спасения. Вот, ну, а ты вот, ты вот ищешь какие-то пути. Я говорю, ну, это подобно, вот, как раз тому, той заповеди Господней, когда отец сказал не кушать, а древ, а древо познания добра и зла, да. Я вот вижу как раз в этом Евгении вот ту древо, когда мы можем как раз вот этими знаниями испортиться. А он говорит, ну, я, как бы, я готов слушать и отделять, допустим, там, это зерно от плевел, да. То есть, а я говорю, а вдруг ты не готов, а вдруг ты запутаешься, вдруг ты что-то пропустишь, вот. И, как бы, вот на этом у нас. Вот, ну, разве есть такие знания, которые нам нужны еще для спасения? Ну, есть, конечно, сокровенные такие знания, да, и в толковании, и во всем. Ну, вот, как-то вот углубляться в них, насколько оно, там вот даже близко к эзотерике что-то такое. Безвестная и тайная премудрость этого я явил Месси. Нет, ну, я как понял, что этот Евгений, он, ну, не знаю, откуда черпает знания там, абсолютный, там, какую-то, ну, да, или эзотерика, или гнистицизм, какой-то глупость абсолютную, вот, это, насчет животных, там, вот, что, как бы, люди были обращены в животное, а скотинились, вот эти, ну, абсолютная билиберда. Ну, насчет Александра, я не знаю здесь, для него есть какой-то вот, и какой-то интерес в этом, если он хочет что-то еще в этом узнать, ну, почему нет? Ну, почему, потому что, как бы, поучиться можно и у муравья, правильно? Человек, добрый человек, выносит добро и сокровища свои, и сокровища собирает, как бы, сокровища от мира собираемые. То есть, мы, вот, все тело Христово, церковь, и мы все разные, слава Богу, вот, как бы, почему, чем я и с Игнатием Тихоновичем, в общем-то, у меня много с ним не согласен с Игнатием Тихоновичем, ну, но я думаю, что тем и прекрасно, что мы разные, вот он в чем-то испытывает интерес, вот в чем-то он, и вот по молодости, например, я общался со всеми, я православный всегда, как бы, был, понятно, но всегда я никогда никого не боялся, я и с баптистами, и с католиками, и с адвентистами седьмого дня, со всеми общался и всегда под слову Божьему разбирал. Все говорят, да ради чего ты это делаешь, зачем ты это делаешь, ну, причащайся, ходи в храм, и тебе достаточно, ну, что значит достаточно, вот. Для меня всегда люди представляли интерес, ну, вот в молодости был такой, много общался со всеми, то есть кто исповедует Христа, ну, иудеи еще, как бы, мне тоже были всегда интересны, вот, иудеи, что там, иудеи, я тоже иудаизм изучал, а вот мусульманцы, например, мне никогда она мне не была интересна, абсолютно, ну, никогда, вот, как я тебе, Данил Сысоев, спасибо, Господи, ну, я вот Коран попробовал почитать, ну, как бы, тоска, скука, вот такая вот, какая-то вот гнетущая, гнетущая, и я, ну, не могу, я чувствую, что не от Бога это, и мне, ну, как вот, с мусульманином говорить, я могу ему так объяснить, что Христос, Христос Спаситель, Христос за нас уме, вот, но разбираться, как бы, я слушал отца Данила Сысоева, ну, уже я более в зрелом возрасте слушал, а по молодости как-то вот не представлял, какой мне интерес это, а вот отец, этот, брат Александр, ему интересен вот этот человек, как бы, что-то он нашел, какие-то там у него вот искры, которые могут быть... Я шире немного скажу, но тут дело в том, что я не остановить его пытаюсь, а дело в том, что мне самому этот человек интересен, но внутренне я понимаю, что я, допустим, не могу вот дальше общаться с ним, ну, потому что я вижу опасность какую-то, ну, по крайней мере, для себя, вот, хотя у него вот интересное, вот одно, допустим, из его, так, оттолкований, да, вот, мусульманин, Александр, вот, он говорит, где труп, там орлы соберутся, вот, и Евгений толкует, что, ну, церковь сегодня труп, да, и собираются орлы, вот, на церковь. Ну, дело в том, что вот это вот полная ересь, как бы, ну, я не могу сказать, как бы, это его видение, а у него много вот таких вот нестандартных видений на... Вот, и труп, это, как бы, толкуется, что это Христос, вот, где труп соберется, то есть, когда второе пришествие будет, явится Христос на небе, знамение Сына Человеческого, за Ним Христос, и праведники, как орлы, полетят к Нему, то есть, где труп, там, соберутся и орлы, вот, то, что он был, как бы, трупом, прости Господи. Ну, вот, а он толкует по-своему, ну, нельзя так, ему запретить в этом, почему? Потому что это, как бы, Олег Горисович, но здесь ложь явная, почему? Ему сказано, я созижу церковь мою, и врата Ада не одолеют ее, я с вами есть во все дни до скончания века, ну, какой труп церковь? Христос за нас умер, мы не можем быть трупом, как бы, и то, что есть какие-то там, ну, и во все века всегда были какие-то нарушения, были отступления, были какие-то немощи, то я вот смотрю, вот, практически всю историю существования церкви, так у нас сейчас еще, да и по сравнению с другими церквями, так у нас еще сейчас и благочестивая церковь, можно сказать, вот, честно. Ну, вот, руку на сердце положить, вот она еще в сравнении со средними веками, или там перед революционным даже временем, вот, она, ну, я не знаю, во-первых, у нас грамотность сейчас практически поголовная, все читают Слово Божие, вот. То есть препятствий нет для... Нет препятствий, пожалуйста, причащайся постоянно. Если, как вот, с чем я еще не согласен с Игнатием Тихоновичем, много, вот, это вот, у меня есть несогласие, вот, как бы он говорит, сталинская-берийская патриархия, вот, в корне не могу согласиться. Почему? Ну, потому что, вот, началось вот это вот разложение, отступление, вот, с того времени, когда, вот, император Константин решил, ну, издал Миланский дикт, и вот церковь, она вошла в государство, стали вот это вот как симфония, говорится. Вот с тех времен началось, когда епископы, они решили жить хорошо, вот, что они могут быть, как бы, обласканы при дворе, все, церковь, она перестала быть гонимой, и стали занимать радость. Вот почему гнали Иоанна Златоуста, ушел Григорий Низандзин, ушел с кафедры Константинопольской, Иоанна Златоуста, ни за что, ну, гнали, так, наушничали этой императрице Евдоксии, что он на нее говорит, его стали там гнать, там, и гнали-то и никто-нибудь не со стороны, гнали-то епископы и пресвитеры. Никто, это, и вот тогда уже, это конец четвертого, начало пятого века, ну, в начале, то есть уже было такое, такое омерзение, вот скажем откровенно. И вот это вот, этот дух, этот дух, он и идет. Это не Сталин, не новое, не то, что там при Сталине и Иберии началось. Да нет же. Это было и раньше. Вот. Почему? Ну, так же Иоанн Крошацкий, когда увидел, говорит, ну, а куда мне ехать в Китай, когда здесь сами люди не знают Христа, правильно? Вот. То есть это все то же самое. Потом он говорит, привод, как, никто никогда не причащаетесь, сам же говорит, вот он противоречит, что мы уже приняли искаженное православие, православие, и тут же четыре раза в год причащаетесь. Так, милый, дорогой Игнат Тихонович, к чему же ты призываешь? Ведь если первые христиане, они рассуждают, Господь Павел призывает рассуждать о теле Господнем, о теле Христовом в 11 главе Коринтима, он говорит, чтобы причащались, да испытывает себя человек, да причащается тело и крови Христова. Сегодня у нас были занятия, мы как раз об этом говорили. Я с ним спорю. Вот, чтобы причащалось, и много немощи и больные, потому что не рассуждаете о теле Господне. Не говорится, что они причащаются или четыре раза в год. От того, что четыре или два раза в год будут причащаться человек, да не будет он от этого святей. Он наоборот отходит, откладывая причащение, он наоборот там своих, как бы, я же по себе знаю, запутывается в этих мерзких заботах и все, и погрязает. Нет. Наоборот, он должен держать себя свято, готовиться к причастию, ну, исходя из нашей ситуации, вот сейчас исторической, что, да, у нас сейчас подготовка к причастию, вычитывание там канонов. Игорь Добунов тоже. Вот, причащаться там практически четыре раза в год, как Игнатий Тихонович сказал, и там главное, ну, извините. Ну, а литургию, как же мы участвуем? Если мы участвуем в литургии, мы же слушаем, что там говорится. Твоя, твоих, тебе приносящие, за все и за вся, каждое слово, внимай, пропускай там через себя, примите, едите, съели с тела мое. Я говорю, ну, как же, первые христиане, они как собирались, у кого там псалом, у кого молитва, вот, все молились, установочные молитвы были, приосуществляли тело и крови Христовы и причащались, да и молитв таких-то не было, да и Священное Писание-то не было в каждой церкви, вот. Однако были достойны и были недостойны, вот. А почему? Ну, не рассуждали, не рассуждали о теле Господнем, и все, и были недостойны, потому что не рассуждали. А сейчас рассуждай, ну, а кто тебе говорит, что ты не причащался, вот, по, 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 значит, по столько месяцев, ну, я не знаю, я здесь с ним не согласен, потому что, как вот этот юридизм был 4 раза в год, там, из-под палки до революции, так, извините, так поэтому и революция была, что люди не знали ни Священного Писания, ни благодати Божией, их легко было и так, совратить в любой грех. Вот, как бы я вот так вот с ними спорю. Вы, как вот в этом отношении, согласны со мной? Ну, я не знаю, я тоже не могу рассуждать по этому поводу, потому что я причащаюсь, ну, бывает и 2, и 3 раза в год меньше даже, чем 4. Ну, я просто не хочу лишний раз гонять своего священника, ну, который причащает меня батюшку. В другом конце города живет у него много заботы без меня. Вот, ну, у меня, в принципе, ну, если я был свободным человеком, я, возможно, и больше причащался. Я, как бы, отношу к вере больше, вот, ну, по крайней мере, у меня такое понимание причащения, ну, правильно, что недостойно многие причащаются, но, опять же, вот вера, допустим, насколько я верю в то, что кровь и тело Господне, оно нас объединяет со Христом, вот, люди сейчас имеют эту веру, или вообще, вот, просто, как это? Ну, я считаю, что, ну, как бы, смотря на людей, да, нет, люди разные, давайте скажем честно, что люди разные, есть ненаученные. Я-то причащаюсь к церкви, и, глядя на людей, как бы, да, есть очень благоговенны, есть очень, а есть, там, вот, женщины, которые перед причастием стоит, там, поет с тела Христового, примите, с точки бессмертного вкусителя, она тут же отвернулась, там, со своей подругой, ха-ха-ха, причем, постоянно прихожанка ходит, там, улыбается, что-то разговаривает, прям, ну, вот, ну, и такое бывает, я не в осуждении, прости меня, господи. Ну, вот, то есть, ясно дело, что человек, вот, ну, не испытывает, так, как мне кажется, должного благоговения. Вот, может быть, как раз Игнать Тихнич против этого и протестует, вот, как раз. Одно дело протестовать против этого, но говорить, что, вот, Скотта Могильник, и там, вот, все, вот, часто исповедуются, чаще причащаются, насчет исповеди чистоты, вообще, никакого нет, ни регламента, ничего, и вообще, человек, как чувствует свои грехи, да, он может, это отдельное, как бы, таинство, ты можешь прибежать даже среди ночи к священнику, ну, если там, какие отношения зависит, и при, если он чувствует потребность в исповеди, то он должен исповедоваться. Это раз. Второе, то, что касается исповеди, это всегда, вот, для меня, например, всегда со знаком плюс. Здесь не может быть исповедь во грех, я так понимаю. А причастие, причастие, ну, если человек свою душу настраивает, что он жаждет по жениху, что он жаждет по Христу, как бы, вот, по-небесному, ну, если он специально старается держать, вот, читать Слово Божие, постоянно, вот, как бы, я, например, вот, скачал уйму литургии, я не знаю, надо мне блок, наверное, завести, там распределить, выложить литургии всех типов, вот, я скачал там и индийские, и сирийские, и копские, эфиопскую одну, очень редкие, вот, эфиопские литургии, их очень трудно найти. Я скачал-то я, собственно, чисто для знаний, чтобы, как бы, для, ну, знать, где какая литургия, как совершается, и я смотрел. А когда начал смотреть, меня вот это, ну, не то, что понравилось, а вот оно тянет своё, к своему, как бы, к телу Христову, вот. С Александром как раз вот на эту тему он разговаривает тоже, вот, и он такой ставит вопрос, но он тоже не сторонник частного причащения, вот, и, как бы, он вопрос ставит, где происходит вот это вот, ну, однажды причастился человек, допустим, я причастился месяц назад, вот, и когда у меня происходит вот это разъединение, когда я могу ощутить, что у меня недостаток, опять, ну, соединения с Христом. Ну, давайте скажем так вот, едущий моё тело, в мою плоти, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Вот, как сказано, я воскрешу его в последний день. Ну, например, я стараюсь, у меня не получается это, причащаться каждое воскресенье. Ну, если, если получается, я, вот, в пятницу, в субботу, у меня обычно, я начинаю вычитывать молитвы. В пятницу, там, каноны вычитываю, если получится, там, акафист, с Иисусу Сладчайшему, вот, и посмотреть, там, что-нибудь такое, вечерком перед сном, служит, там, патриарх, например, или, как, еще какая-нибудь литургия, ну, и даже запад, ну, даже не православной литургии, все равно, не важно, все равно, как-то, во время литургии, ты настраиваешься, она вот идет, и, и вот, пару дней я готовился, а в воскресенье утром, я стараюсь, там, утром, утренние молитвы вычитывал, и идти причаться, но, я, когда идет литургия, я стараюсь, внимательно слушать, именно, эфористический канон, вот, эфористический канон, он очень, очень, очень настраивает, и, чтобы было рассуждение, о теле Христовом. То есть, в это время, еще, как бы, вот эта нужда возрастает, да? Да, да, и обязательно, очень интересно, очень интересно, и не то, что интересно, а необходимо, вот, можно почитать, вот, саму литургию, может быть, это, это не практикуется, ни никем, я, я знаю, там могут меня даже осудить, или люди говорят, что угодно, но я, например, саму литургия, она затоуста, могу Василия Великого, почитать, просто, вот эти вот, евхаетические, но, даже молитвы иногда, молитвки священнические, но, я так, для себя, чтобы чисто, разобраться, ну, умозрительно настроить себя, это не, я не молюсь, я просто считаю молитвы, о чем просит священник, о чем там просится, и как это, и, настраиваешься, ведь, главное, настроиться на, на этот самый, на то, на принятие тела и крови Христовой, чтобы быть со Христом, вот, у нас нередко сравнивается Христос, ну, жертва за грех была, сравнивается Христос с пасхальным адресом, да, что кровь его была помазана, и Пасха наша Христос, говорится, ну, интересно, послание к евреям говорит, мы имеем жертвника, которого не имеет право питаться служащей из кинии, то есть, ветхозаветная священца, что же за жертвника, крест, конечно, на кресте был Христос принесен, вот, я, значит, смотрю, значит, жертва такая, она всеобъемлющая, получается, и ветхозаветняя жертва за грех, и пасхальная жертва, ну, и я пытаюсь там рассуждать, вот, бывает, вот, всякие литургии, там, эфиопская литургия апостольских постановлений, там, литургия апостола Якова, апостола Марка, и, как бы, вот это вот я почитываю. То есть, у вас размышления о жертве Христовой, вот, да, да, я стараюсь размышлять о жертве, вот, и мне кажется, что вот это вот, очень немаловажная в церкви фактор, а не то, что вот четыре раза в год, как и Игнатий Тихонович говорит, и все там, ну, потому что, как бы, чем человек наполнен, то он несет в мир, он несет то, чем наполнен. Да, Игнатий Тихонович, величайший человек, он зажегся и горит, он не тухнет, да, и в Священном Писании, но, например, надо же понимать, что Священное Писание в такой редакции, оно только 461 год, да, на Каринском Собое, до этого в разных церквях были, ну, кто себе мог что позволить, да, какую там книгу иметь, или там, Ветхий Завет, Новый Завет, там читали, не было под такой редакцией, и люди, они тем не менее спасались, ну, и говорит, что, ну, все равно несли свет Христов, и все равно не спасались, вот, поэтому, как бы, вот, непонятно, да, вот, такое отношение, что, ну, Священное Писание это нет, это необходимо, это как же свет, светочь, ноге твоей, постоянно его надо читать, там, пытаться, там, жить по нему, все это, ну, я понимаю, ну, да, мне тоже интересно, почему вот он так категоричен, вот, к этим вопросам, почему не дает ни единому шансу, то есть, на существование, да? Ну, в этом, в этом отношении, он, такой вот закон, нет, ну, надо понимать, что человек, вот, он, исходит от того, что он понимает, от своего сознания, то, что, как бы, он осознает, и что он понимает, вот, Игнатий Тихонович, да, он полностью предан Господу, и это, в этом сомнения быть не может, и он, служит Господу, но, он все равно, как бы, нет, человека, как бы, вся наша праведность, что она, как запачканная одежда, пред Господом, да, поэтому, но он понимает, как вот понимает, в силу своей испорченности, да, все мы поражены грехом, поэтому, ну, вот он понимает так, что, вот он заучил, например, у него есть такой принцип, не очень, дурацкий принцип, говорит, я своего решения не меняю, но, я ему говорю, вот, он говорит, самое, самый лучший перевод, это вот синодальный, я говорю, хороший перевод, один из лучших, но, в Ветхий, Новый Завет хороший, а в Ветхий Завет, там есть конкретная порча, в этом, вот там хвост, я говорю, ну, не знаю, вот есть конкретная порча, вот, как можно так людям доверять, вот, четыре академии, ну, что четыре академии, что четыре академии, хвост, так может, хвост он навредил, вот, как бы, есть конкретная, такая, такой, в иудаизме праздник, ну, по-нашему праздник Кущий, а на иврике Суккот, когда, вот, в палатках, да, в осенью, в начале октября, в конце сентября, значит, в палатке, там живут в кучах, и, значит, радуйся пред Господом, там три вида растений, и один плод дерева прекрасного, плод, написано, ну, называется он итрок, итрок, такой вид лимона, ну, это, это всегда было, это знает каждый еврей, вот, вот, а, в нашем переводе, да, написано, пять, четыре вида растения, я вот, Жене, вот, мы могли видеть его, Евгений из Израиля, он тоже иногда, участвует по пятницам в этих, в разборе, мы с ним это беседы, я ему показал, то есть, ну, как, как можно говорить, это, что не вредительство, я смотрю, значит, хорошо, смотрю Септуагин, греческий перевод у меня, кстати, в Библии, там написано, карп, плод, карп, смотрю, Ветхий Завет наш, вот эту Библию, там тоже плод, в Ветхом Завете, в Славянской, в Славянской Библии, перевод нашей, церковно-славянский, православный, вот, стоит плод, в Масаретском тексте, в Масаретском, плод стоит, у меня вот, и в Септуагинте плод, а в нашей этой, ну, синодальной, стоит ветвь, не нет плода, и что говорить, естественно, я считаю, что это порча, помните? Нет, а я вот, насколько я знаю, когда евреи празднуют этот праздник, да, и тропу у них, и они ветви тоже несут на праздник. Все правильно, абсолютно верно, значит, три вида ветвь, три ветви, и один этот самый, и один плод, вот, а в синодальной Библии сказано четыре вида ветви, вот в чем дело, и я вам объясняю, что и в Септуагинте, и в Масаретской Библии, везде сказано плод, в Септуагинте тоже сказано карп, на греческом карп, карп это плод, вот, и у нас сказано плод, вот, а в этом, сейчас я найду, это старозаконие, очень мне нравится, я греческий плохо знаю, греческий я не изучаю, а древнееврейский я изучаю, у меня, стараюсь изучать, я люблю там, почитать на древнееврейском, у меня, псалты, тыгелим, ну, для православных это может быть странно, сказать, что это вообще, что там, ну, я не знаю, греха-то в этом нет, у меня он церковно, наш православный, потом старообрядческий, псалтырь, и тыгелим, и я, это самое, сравниваю тексты, вот, до Никоновских, сестра. Почему же странно, разностороннести, она всегда в почете, честно. Вот, несмотря на то, что даже нахожусь я в Петербурге, в общем, город такой-то, и здесь не всегда найдешь людей, которые, ну, я понимаю так, что это просто иногда враг рода человеческого, чтобы лично меня как-то, ну, вести в уныние, через людей, кто не успевает помолиться, чтобы вынести свое решение, говорят, что я, люди меняют свое мнение, бывают скажут так, а через день они скажут что-нибудь другое, поэтому, как бы, нельзя говорить, что это от сердца, в кучах живите 7 дней, всякие туземницы, израильтянин должен жить в кучах, чтобы знали рода ваших, что в кучах поселил я сынов Израиля, когда вывел их из земли египетской, а в 15-17-го месяца, когда вы собираетесь произвести произведение земли, праздник Господень 7 дней, в первый день покой, а вот, 40-й стих, в первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые, и ветви деревьев широколистных, и верпричных, и веселитесь пред Господом вашим 7 дней, то есть идет, значит, 4 вида ветвей, открываем тор, да, ну, там, что здесь, ваекра, 23-я, ага, и возьмите себе в первый день плод дерева великолепного, плод дерева великолепного, там сказали ветвей, ветви пальмовые, и отростки дерева густолиственного, и верпричных, и радуйтесь пред Богом всесильным вашим 7 дней, то есть, в еврейском переводе, плод, пери, пери, ну, плоды это, пери, то есть, фрукт, плод, отсюда парадис, идет там рай, да, вот, это плод дерева прекрасного, можем, сейчас, сейчас я на церковно-славянском вам прочту, чтобы вы не сомневались, что это переводка, так, значит, 40-й стих, да, и завозьмите себе в день первый плод дерева красен, и ветвь финическую, и ветви древевого чисто, и вербы, и агновы ветви от потока, и возвеселиться перед Господем Богом вашим 7 дней в лето, то есть, ну, как я понимаю, и агновы ветви от потока, это вербы, речные, здесь, когда речные ветви, а здесь от потока, ну, плод красен, это что? плод красен, ну, красен, на церковно-славянском прекрасный, значит, красивый, да, и здесь, а что подразумевают по таким плодам? ну, как я понимаю, как я понимаю, это, это самое, это тот плод, который иудеи, как бы, сейчас вот, используют, при праздновании, они же из древности, как бы, ведется у них, это вид лимона, я, вид лимона, так он больше, чем лимон, ну, он продолговатый такой, я знаю, да, да, то есть, это плод дерева прекрасного, как бы, ну, то есть, раз он используется, раз они там празднуют с этим, значит, он и есть, этот плод, какая у нас, как бы, какие основания сомневаться, чтобы они там нарушали заповедь какую-то, чтобы у кого-то ввести в заблуждение, реально, да. Ну, откуда тогда появляются вот такие... А вот откуда в синодальном переводе, в середине 19-го века, во второй половине, появляются ветви вместо плода, ну, для меня это, например, это очевидная порча текста, потому что везде, я все, тоже карп идет плод, и здесь вот в церковно-соянском плод, и в... то есть, в это... в Масаретский текст, который вот чаще отшел, тоже плод, везде плод. А здесь это... Я Игнатихину еще что-то сказал, ну, да, это вообще ерунда, это не надо обращать внимание, это все равно наш текст самый лучший, потому что Хвойстон там это его переводил. Ну, все, понятно. Значит, для вас авторитет это все, это Хвойстон, а я не знаю, мне кажется, что он мог вообще быть засланцем каким-нибудь, и специально портил текст, может и так есть. Ну, то есть, вот такие вещи. Ну, а что-то еще подобное есть еще? Я находил, друг, я не, как бы, не заросрал внимания, мне надо взять тетрадочку и записывать вот это вот все. Я, бывает, в Псаты еще читал, такое есть, вот, и в Ветром Залите у меня несколько таких вещей было, несколько вещей было, таких вот, которые не совпадают одно с другим, причем, вот такое, вызываю, именно в русском тексте, вызывающее, из ряда вон, вышибающее просто, вот, которое не согласуется ни с тем, ни с тем. Есть, вот, как бы, 7 глава, 14 стих Исаии, да, например, где у нас говорится, Бетуля, то есть, все делало чрево примет, родит сына, и на реку сына, и имя ему Иисус, Эммануил, что значит, Эммануил, это, 7 глава, там, в древности говорили, бетуля, девица, сидела, и у нас в этом, в септуагенте, это, и, то, что нашли, вот, книга Исаии, свитки мертвому, и там тоже, вот, он согласен с септуагентой, а в Мацарецком специально поставили молодая женщина, и вот они, это, ну, это, в пику, что во вред Престой Богородицы, да, чтобы, опреснодетство и, как бы, оспаривать, это, это вот совершенно понятно, вот два текста, такие разночтения, здесь, совершенно, я понимаю, порча текста, иудеями. Ирина Тихосовича тоже задавала вопрос, и он, как бы, это самое, отмело, с отозачетливой, это, не вникает, вот, в каком, я не помню, в каком веке-то, когда было гонение на, евреев, да, это самое, не помню, и год, и память тоже, и когда, ну, стала у них вера такая, что, еврейством по крови матери стало это, считаться так. Ну, значит, что я могу сказать, как бы, по этому поводу, всегда, вот это, в Библии мы читаем, да, всегда идет, бен, такого, сейчас, вот, если мы будем, возьмем какую-нибудь газету, да, или еврейскую, вот такую вот, ну, у них, как бы, такого религиозного сугубо нет, ну, чисто религиозного, а вот, при, при религиозном, не знаю, такая вот, и у них будет написано, умер такой, не кролог, если пишут, там, умер такой-то, или, это, бат, идет, бат, это дочь, а бен, это сын, да, бат такой-то, то есть, отчество, материнство, поминается, как бы, мы в Библии всегда видим, что было отчество, сын того-то, сын того-то, сын того-то, да, или мы смотрим, Христа, да, родословие, ну, в Евангелии от Матфея, там, в Евангелии от Луки, везде идет, значит, такой-то родил того-то, вот, в общем, поминается, и только это, и, и, был женат на Марии, из нее же родился, и Иисус, называемый Христос, вот, всегда поминаются отцы, в каком веке, я не знаю, но первый, вот, такой вот, я, сам тоже, пытался задаться этим вопросом, но мне не с кем поговорить, просто, у меня нет знакомых раввинов, вот, а, я читал просто, о чем, одну еврейскую книжку, газету, или книжку, журнал, весь, лыхаем, что ли, я не помню, можем даже мне есть, так, там написано, что, значит, что, есть маймонит такой, это 12-й век, Мошеб Бейманман, маймон, он, как раз-таки, был врачом у Саладина, там, который, завоевал, завоевал Иерусалиму крестоносцем, он, у него был врачом лечащим, иудейский такой, ихний, учитель, сам он жил, в Каире, да, в Египте, так вот он писал, говорит, он так писал, что, родившийся от дочки, вышедший за иноплеменника, это твой внук, от дочки твоей, это твой внук, а родившийся от сына, женившийся на нееврике, это не твой внук, там, типа, изгони его, он не твой внук, то есть, вот уже он, он говорил, что, то есть, наносителем генофонда является женщина, уже, это в 12-м веке, вот, как раз оно и происходило, по-моему, в 11-м век происходило гонение на евреев, когда уже они, вот это приняли себе учение, вот, я не могу сказать на 100%, на 100%, когда вот, что было, вот, но уже маймонит, бен маймон, он уже вот это вот писал, это, ну, это же чепуха, если мы сравниваем со священным писанием, да, это же чепуха все, ерунда, полная ерунда, я могу там, какие-то свои умозаключения, почему это делается, но, но это, это чисто мои умозаключения, это не основанное ни на чем, ну, то есть, то, священное писание, я знаю, что, по мужчине, я с этим вполне согласен, здесь я могу обосновать, и все, Авраам, его потомство, не Сарино же потомство, а Авраамово потомство, как песок морской, да, правильно же, или это, и по отец верующих назовется, Авраам назовется отец верующих, у них потом пошло такое некоторое извращение, они стали там воздавать, там, отдых воспевать, там, про матерь, ну, хорошо, но, мне кажется, что это одно из извращений, одно из извращений. Почему? Вопрос, у меня просто есть еврей знакомый, он в Иерусалиме сейчас живет, вот, и он как бы по матери, брат, да и у тебя, ты это, считаешься еврим, ты никакой не еврей, я говорю, ну, ты почитай, книжки, что там написано, откуда идет происхождение, вот, как бы вот это бытует у них, и настолько утверждено, что вот даже невозможно переубедить, что их. Ну, уже да, уже, да, нет, я считаю, что перебеждать не надо, какая разница, какая разница, кем он себя считает, вообще, только одно, веруешь ли ты во Христа, веруешь ли во Христа, принимаешь ли личным спасителем все, во Христе нет ни Элина, ни Иудея, ни раба, ни свободного, то есть, мы же должны, как бы, это самое. Нет, они этим самым придают себе значимость, вот я, допустим, у меня прадед, польский еврей, да, есть в крови евреи, вот, и что же, как же, у меня бабуля тогда от него, она еврейка получается, вот, и что же, я себе тоже могу там евреем назвать, почему вот это идет, как бы. Ну, по галахе, по галахе, получается, что, если у вас, так, не по бабушке, там, если у вас бабушка, мама еврейка, вот так вот, по женской линии, да, вы еврей, там, хотя бы, сколько вы не были бы разбавлены, неважно, еврей, если по женской линии, хоть все там, прабабушка, прапрабабушка, там, выходила замуж за, кого попало, но, вы считаетесь евреем, если нет, ну, извините, подвиньтесь там, все, по папе вы не евреи, все, вы не евреи, вы не, уже мужчина не является носителем генофона, он, просто, ну, ну, для этого это, ну, ерунда, для чего, у нас, любая душа, любая человеческая душа, она, предназначена для спасения, поэтому, для нас нет, вообще, как бы, такой проблемы, национальность, то есть, кем ты себя считаешь. Вот, еще вопрос по поводу, недавно разговаривали, по поводу, Ильи и Еноха, да, ну, они-то придут, для еврейского, народа проповедовать евреям же, мы каким-то образом касаемся, принадлежим вот к этому учению всему. Да, дело в том, что вот, мне очень нравится, я почему люблю эфиопскую церковь, у них, как бы, в Библии, у них 81 книга, не 77, как у нас, и там еще входят несколько, ветхозаветных книг, книга, 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 юбилеев, или малое бытие, книга юбилеев, книга 12 патриархов, ну, остальные там новозаветные, вот у меня, книга, это я читал, книгу, Еноха, эфиопскую, у меня она, в двух изданиях есть, одна вот такая вот, да, а одна, значит, здесь Игорь Танталевский такой есть, он, здесь несколько книг Еноха, в списке есть, иудейские, и одна в конце, эфиопскую он дает, как бы, эфиопскую, но они, переводы немножко разные, но практически идентичные, они говорят об одном и том же, что я, собственно, о чем я, то есть, послание Иуды, очень интересное, там он ссылается на книгу Еноха, говорит, об этом свидетельствует Енох, седьмый от Адама, который говорит, все, ну, давайте, чтобы не быть голословным, лучше прочитать это, я так понимаю, вот, здесь есть две, два момента, я хочу напомнить вам, уже знающим, то, что Господь, избавил народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных кузах, под браком, на суд великого дня, вот эта вот вещь, вот эта вещь, она тоже нигде не говорится об ангелах, вот он ссылается, но нигде не говорится об этом, кроме книги Еноха, а вот в книге Еноха есть это, вот во второй главе, и еще один, тогда ладно, сразу же прочитаю, это самое, вот, 14 стих, о них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь с маме святых англов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которое произвело их нечестие», ну вот, и во всех жестоких словах, которые произнесли на него нечестивые грешники, в кавычке закрываются, то есть это прямая речь, это ссылка на что-то. И, значит, ищем мы, на что же он ссылается. Значит, книга Еноха, она делится, как бы, на отделы, на отделы, и вот первый отдел, ну я говорю, так, первая глава, девятый стих, там говорится вот так вот, «Об избранных говорила, и обеседовала святых и великого, с Богом мира, который выйдет из своего жилища, и оттуда он придет на Горусина и явится со своими воинствами в силе своего могущества, и вот он идет с мирядами святых, чтобы совершить суд над ними, и он уничтожит нечестивых и будет судиться со всякой плотью относительно всего, что грешники нечестивые сделали и совершили против него». То есть, вот такой перевод, это, он практически, ну, понятно, что даже священописание разное, но смысл один и тот же, то есть перевод один и тот же книги «Иноха». Вот в чем дело. Вот эта вот ссылка, которая взята из книги «Иноха», конкретно. Ну вот. Поэтому я очень-очень ее уважаю, а насчет, которые блядутся на, как он говорит, и ангелов, не сохранивших свою до совести, соблюдают в вечных узах под браком на суд Великого дня. Это во втором отделе. И вот он идет с мирядами святых, чтобы совершить суд над ними, и он уничтожит нечестивых и будет судиться со всякой плотью относительно всего, что грешники нечестивые сделали и совершили против него. Это уже с Виталевского. То же самое. Вот. И сказал опять Господь Рафаилу, свержи Азазела по рукам и ногам и положи его во мрак, сделай отверстие в пустыне, которая находится в Дудоеле, и отпусти его туда, и положи на него грубый и острый камень, и покрой его мраком, чтобы он оставался там навсегда, и закрой ему лицо, чтобы он не смотрел на свет. И в великий день суда он будет брошен в жар, в гену, и исцелить землю, которую развратили ангелы, и возвести земле исцеление. То есть, и еще там не скажут, ангелов. Вот этого тоже нет в Библии, а то есть только в книге Иноха. Понятно. Но вот то, что сейчас вытует такое мнение в православном народе, что Илья и Иноха придут вот как бы к нам, да, и будут проповедовать, тоже это заблуждение. Все, да? Ну, об этом сказано в Откровении. Откровение же об этом говорит, что будут два пророка сойдут и будут проповедовать, и их убьют, и бросят на улицы, и запретят погребать, потом они через три дня воскреснут. Ну, как раз это будет происходить все в Иерусалиме, я так думаю. Ну, в Иерусалиме, ну, как, по, 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 по Откровению, да, в Иерусалиме? В Иерусалиме. Ну, ну, да, ну, в принципе, я это и хотел, вот, вы, вы, наверное, устали уже? Да, не, ничего, это, интересно, интересно, я просто разведку, как бы, провел, так, боем, но, если вопросы какие-то будут, то будем общаться, да? Да, я думаю, что и будем общаться, и вообще, что значит, с удовольствием, общение, и благотворительное, не забывайте, ибо таковыми жертвами благоугождается Бог в послании к евреям. Хочется, я вот, вчера с братом тоже разговариваю, как бы, ну, я по себе, иной раз чувствую вот это, он говорит, да, да, не участвую, ну, я часто с ним советуюсь по разным вопросам, я говорю, брат, ну, мне нужно, мнение людей, вот, о своей деятельности, да, вот, правильно я делаю, неправильно, страны других, кто-то, кто-то поддержит, кто-то говорит, что ты запутался, тебе не нужно в этом участвовать, как бы, вот в этих сейчас, ну, и на тех, во-первых, ну, называют этой войной, да, я никаким образом не хочу называть там войной, но противостояние есть какое-то, да, сейчас вот священников там. Вы за Дудина, я смотрел этот, вашу беседу с Дудином, и, ну, ну, последнюю, что ли, вот где вот он, после этого, в Москве прошли рождественские чтения, вот, там, я как бы, пытался послушать, ну, такое мерзкое качество, что я отказался, не стал слушать ничего, вот, потом там, в одном из этих утренних, Никита, сына Тихоновича, разбирали там, ну, я там послушал, посмотрел, что-то, это да, как бы, ну, потом, вот вы выложили, как вы с отцом Сергием, там беседуете с Дудином по этому поводу, и он там, ну, я считаю, что, я не понимаю его цели, той цели, с которой он ополчился на Игнатия Тихоновича, человек, который действительно, вот, как бы, зачем это делается, то есть, да, это же все наше богатство в церкви, все имеет право на жизнь, на существование, и такая община, которую он там создал, ну, пусть она не нравится там Дудину, и что, и те общины, которые вот есть у нас, у нас в Петербурге очень много разных общин, православных, вот, и, слава Богу, я, например, ну, не понимаю, вот таких вот вещей, почему кто-то кого-то должен гнать, почему мы не считаем это за богатство, почему мы не уважаем, мы не видим образа Божия в каждом человеке, вот, и что он хочет, собственно, добиться вот этим, вот я не понимаю, ну, вот этого я не понимаю абсолютно, и то, что, как бы, действительно, это злоба какая-то, ну, Игнатий Тихонович, он человек, который, ну, действительно, изучал Священное Писание всю жизнь, практически, всю свою жизнь, как получил, он все время изучал, я его знаю еще по Бишкеку, в городе Бишкеке, мы с ним познакомились, в 87-м году, вот когда вот он вышел, вышел из тюрьмы, и там вот у него, он в храм не ходил, а, как бы, приходил в храм, в это, ну, в церковь, в храм приходил, он во дворе там находился, потом мы по домам собирались, изучали Священное Писание, вот, со священниками, с ним, вот, он, ну, человек... Вот вопрос сейчас многих интересует, Путин тоже говорит, что он сильно изменился, вот, какие-то изменения в нем произошли, вот, с тех времен и поныне, да? Я, нет, в чем он изменился, он, он, он стал, ну, сильнее гнать церковь, вот, какие-то хулы возводить на церковь, они говорят? Хулы те же самые, слова другие, а хулы те же... Ну, то есть, хулы, то есть, у него какие-то просто требования, требования к священству, к епископату, к людям, ну, непонятные, порой мне непонятные совсем, есть требования, ну, то есть, глупости есть, тогда он вообще там, анафема, все, анафема епископ, все, если епископ, как бы, ну, не постится, не то, что там, а постом рыбу разрешает, благословляет, есть, все, анафема там и все, то есть, там непримиримость была в 87-м году, еще та, там, только если сильно болен, позволяется елей, масло растительное, все, и больше ничего, то есть, там, анафемами он разбрасывался только так, направо и налево, то есть, сейчас, сейчас я уже, как бы, не слышу такого, что он, вот так вот запросто может сказать, а тогда, епископ, не епископ, для него, ничего там не значило, абсолютно, он, поэтому, как бы, говоря, что он сейчас, я, нет, я не вижу, не вижу такого, тоже он собирал там и стихи всякие, писал, обличал, он воевал с этим отцом Николаем, вот, который, как его фамилия, Войтович, вот, тоже, вот такой, собрал там все, у него там, священники, и зятья, и сыновья, и, как бы, все такие, ростаки, это, это было и тогда, это есть и сейчас, как бы, в принципе, вот эти поездки у него были, Гацо Александру Мень, да, он же ездил с обличительной миссией, якобы, обличить его, я не знаю, я об этом, как бы, не, не, не знаю, абсолютно, ездил, когда он ездил, и в какое время, но, как я понимаю, он, знаете, дух его, он, как бы, остается в одном, своем, вот, в этом, да? Он, я, если он ездил, он, наверное, еще ездил, это в начале 80-х, до своего ареста, в 86-м, и, как бы, там он записал, вот, но, я, как бы, с какой целью он ездил, но, он, например, говорит о нем, захлеб, мне, вот, смешно, вот, 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 как бы, вот, это вот, такую он говорит фразу, и мне он несколько раз говорил, и другим людям, даже во время, вот, этого самого, разбора Священного Писания, когда, касается только, вот, синодального перевода, и он говорит, вот, я, Александр Дубин, он знает еврейский язык, читает, ну, я-то понимаю, что многие читают, и он, значит, как в этом отношении, вот, я ему задал вопрос, а вы могли бы перевести, так, как Хвойстон перевел, он говорит, да что вы, даже шатнулся от меня, я говорю, Игнат Сихонович, ну, надо понимать, что любой человек, как бы, ради скромности, хотя бы, даже показной скромности, обязан бы просто так сделать, а не, если он, конечно, в здравом уме, и в трезвой памяти, что сказать, что он, ну, не может там, как-то это, не может так перемести, ну, это может и действительно даже так, отчасти, вот, но, брать вот это вот за чистую монету, и вот это вот выдавать всем, и что это вот, вот, так вот, было сделано правильно, и от души, и что, ну, я не могу сказать этого, потому что для меня это вот, когда он выдает это вот, за такой вот эталон перевода, и что даже сам Александр Мень, какой человек, не смог, меня это вот там вызывает всегда улыбочку, голову такую ехидненькую, ну, улыбку вызывает, я не, ну, не, 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 не верю я в это, что, как бы, даже если он и не мог перевести, ну, а зачем сравнивать-то, вот, как бы, хоть и ты знаешь, там, древний еврейский язык, и потом у каждого свои задачи, и, я не верю, что хвостом, вот, он может, не то, что не верю, у меня есть сомнения, что, может быть, даже и вредительство было, потому что Новый Завет, вот, он переведен, достаточно хорошо, он пока еще не превзойден, переводом, да, а на Ветхий Завет, там, такие бывают, жучки, что, я не придираюсь, например, вот, как бы, вы знаете, что, как бы, когда фараон, ну, Моисей с Сароном пришли к фараону, и там бросали жезл, у нас переведено змей, да, змей, на русском языке, вот, а в иврике говорится танин, нахаж, не нахаж змей, а танин, крокодил, крокодила превратился, жезлы превратились в крокодилов, у всех, то есть разночтение, ну, здесь я абсолютно, никак не, это самое, не реагирую на это, вообще, во многом, и в тептуагенте даже змей, ну, ну, крокодил это, морской змей, здесь можно так сказать, потому что, и левиафа называется морским змей, они, в принципе, присмыкающимися, да, да, поэтому здесь я, как бы, абсолютно никак не реагирую, здесь, может быть, там, и вот, насчет крещения тоже, ну, никак я не могу, вот это, вот, согласиться, с его, во-первых, в дедахах написано, что в крайнем случае позволяет, там не написано, вот эти вот три случая, которые Игнатий Тихонович приводит, татарский плен, тюрьма, и еще там что-то, и клиническая болезнь, да, клиники, вот в этом случае обливание, несколько, нет возможности, и нет возможности, видать, значит, возливай на голову трижды, скажем, возливай на голову трижды, я вот, никогда не поверю, что священник, который действительно послан, имеет рукоположение, вот, если ты, христианин, если ты веришь в Библию, ты должен верить этому, почему сказано, не неоди, а пребывающим тебе дарование, 1 Тимофея 4, который получил по пророчеству, с возложением рук священства, вот уже имеешь священство, вот, в Новозаветное, и, там, кому проститься, тому простятся, и идите по своему, и крестите, вот, что количество воды, да, то есть, я согласен, что, да, погружение, это должно быть, оно обязательно должно быть, погружение, и крещение должно, в идеале, в идеале, совершаться через погружение, но, поскольку церковь наша была пленена, вся церковь, и большинство, и в то время, я в том числе, был крещен, обливание, я, например, знаю, я чувствовал те изменения, которые во мне произошли при крещении, и как я приходил с верою к этому делу, с благовением, я ни за что не поверю, что та благодать, которая сошла на меня, священник, и не важно там, как священник это делал, он законопоставлен, он рукоположенный, он на это рукоположенный, вот специально, чтобы он это делал, поверю их, и прощаюсь себе грехи твои, я крестился, и я знаю, что на меня сошла благодать, что я изменился, я стал другим, и у меня изменилась жизнь, я за Христом пошел, и я ни за что не поверю, что вот именно, какая разница, без веры, даже если погружение будет сделано, это что, и у него из общины уходят погруженные, вот, то же самое происходит, ну, вот ни за что я вот в это не поверю, почему, потому что, он вот тоже, Женя ему задал вопрос, говорит, а имеет ли это отношение, вот, как бы, крещение Иоаннова, и к микве, микве это что, это, омовение, омовение ритуальное, иудейское, которое было, еще в Ветхом Завете, там, после месячного очищения, после там, разных нечистот, человек должен был, чтобы очиститься, помыть одежду, и принять миквы, она и сейчас есть, вот, то есть, омовение, делается, действительно, через погружение, но это ритуальное, здесь молитвы, читаются специальные, вот, и человек омывается, в этих водах, в водах миквы, так вот, он спросил, крещение Иоанново, это было миквы, или, он говорит, нет, это совершенно новое, а я не согласен, вот, человек, который пришел, и стал проповедовать покаяние, а после этого омывать, то есть, грехи людей, Иоанн омывающий, или Гадбиль, как он, Яханам Легадбиль, он омывал людей, в Иордании, да, крестил, и люди шли к нему, и крестились, почему, они уже знали, что, если бы не было это пророчество, заранее, в Ветхом Завете, и он бы принес что-то новое, абсолютно, то люди бы к нему не шли, вот, а люди шли к нему, и исповедовали грехи свои, и омывались, пришли также и фарисеи, там, как мы знаем, да, вот, поэтому это омывение, это миквы, потому что любой человек, когда что-то приобретал, например, на торжеще, или где-то, иудей, он приходил домой, он вещи эту погружал, если это требовало погружения, там, сосуды, или еще, и скамьи, он погружал там ее в воду, дома, в миквы, тоже, и тоже омывал, вот, и людей омывали, и все, и рабов омывали, то есть, поэтому крещение, это, как бы, было посвящение, служение Богу, и на пустом месте оно возникло, люди уже были к этому готовы, к погружению, к крещению Иоанна, вот, я тоже здесь, он говорит, что это совершенно не новое, это крещение, оно, как бы, взятое из Ветхого Завета, и из миквы, вот, а крещение, а Христос говорит, говорит, крещением должен я креститься, он уже был крещеный, и ученикам, крещением я должен был креститься, ну, омытием дождием, ну, речь идет, Вы согласны со мной в этом отношении? Ну, я вот сейчас продолжу тему, да, речь идет о нарушении таинства, ведь мы не можем причаститься, к примеру, там, вишневым вином или соком, да, тут уже будет явное нарушение, вот я позавчера, нет, три дня назад, женщина с одной разговаривала, вот она тоже сейчас, как бы, волнует этот вопрос, она говорит, меня крестили, говорит, мы в одежде, верхней одежде, нас обрызгали веничком, обстояла большая толпа народа, вот, а потом нас будет мира помазали, и просто открытые части, вот, кисти рук и лицо ноги даже не помазали нам. Почему украпления, вот я не понимаю, вот, почему не облить-то, хотя бы, ну, скажем, есть вот такое вот, значит, чтение, ну, книга пророка Иезекииля, 36-я глава, 24-я, 24-я, 28-я, мы имеем стихи, и сказал Господь, я возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и переведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, от всех идолов ваших, очищу вас, и дам вам новое сердце, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, то есть, это Иезекииля, 36-я глава, 24-й стих, вот, я смотрел, действительно ли сказано, окроплю, да, смотрел и славянский перевод, окроплю, смотрел и иудейский перевод, везде идет окроплю, вот окроплю, потом, окропишь имей сопом, и очищуся, а мы лишь имей почти губенюся, другое дело, да, когда христианин приходит, для посвящения Богу, чтобы служить потом в доброй совести, да, и быть крещеным во имя Отца и Сынского Духа, он посвящается Богу, в нем прощаются грехи, вот, то один раз в жизни, конечно, можно его погрузить, не обязательно там кропить, кропить можно хоть сколько в жизни, а уж при посвящении христианина Богу, можно уж погрузить, это безобразие, что кропят, я считаю так, вот, а уж как помазывают, то есть, ну, вообще, если честно говоря, помазали, то помазали вообще чело, возливали на чело, ну, у нас вот такой, как бы, традиция помазывать там чело, грудь помазывают, руки и ноги, вот, глаза, по-моему, уши, а или это не Илеем, а потом Амиром помазывают, я могу здесь перепутать, надо посмотреть требник, как точно помазывают крещение, какие места должны помазывать, по молитве помазывают крестящегося святым миром, говоря, творя креста образ, на челе, и очи всех, на глазах, и ноздрях, и устях, и обоих, и уши всех, и персях, и руках, и ногах, глаголя, печать, дародуха святого, значит, на челе, на лбу, на глазах, на ноздри, уста, уши, грудь, персях, руки и ноги, глаголя, вот, но это только чисто наше, ну, я думаю, что если ноги не помазали, это, конечно, нарушение, но, миропомазание действительно, здесь уже ничего не скажешь, миропомазание действительно, поскольку, оно апостолов заменялось возложением рук на голову, да, помазанным духом святым, вот, а потом уже заменили миром, и апостол Лука, воин Осенецкий, он это самое, когда, где-то там на севере отбывал наказание, там он, ну, не наказание, а ссылку, скажем откровенно, крестил какую-то девочку, он говорит, что крестить крестил, и там мира у меня не было, и я вспомнил, как делали апостола, и возложил на голову руки, поскольку я епископ, и вот, это понятно, это экстремальные ситуации, они возникают, да, периодически, когда-то там, но она говорит, мне крестили в 90-е годы, тогда не было никаких препятствий для того, чтобы... Ну, безобразие, брат Сергий, безобразие, то есть, страшное безобразие, кто бы об этом спорил, ну, на самом деле, священника этого, священника, тем более, если он крестил крапивом, крапив, этого священника надо просто вот так вот, без восстановления, в запрещение, под запрет, без... то есть, извержение, не запрет, а извержение сана, и все, и больше никогда не восстанавливать. Все, это, ну, естественно. Ну, насчет перекрещивать, я не знаю, наверное, крестить-то надо, потому что это, да, это гонка за наживой, как я понимаю, вот, сплошная, и, абсолютно ничего здесь по вере не совершается. У меня недавно с дочерью вот возник такой вопрос, она 91-го года рождения, она говорит, пап, ну что, как ты думаешь, крестили меня? Я говорю, ну давай посмотрим, а у нас видеосъемка сохранилась, вот это вот как раз таинство происходило, и ее сажали в купель, да, и обильно прям обливали водой. Я говорю, ну, конечно, это считается крещением. Я, я за, ну, вот, обливательное крещение, конечно, но окропительное, я уже никак не могу согласиться. Ну, я тоже с окропительным не могу, я, потому что, такой, понимаешь, я разговаривал с освященником католическим, вот, и говорю, ну, как вот, вас тут крестят, таким вот обливанием, практически, окроплением, вот как-то у нас, мы с этим не согласны, но он говорит, у нас есть устав, что вода, как бы, та, которая есть у накопления, должна пробежать, конечно, смешно, по голове 2 сантиметра, тогда крещение действительное, если не пробежало 2 сантиметра, крещение сомнительное, то есть, вот такое вот, то есть, человека можно перекрестить, ну, то есть, ну, у них, вот так, юридично, у нас, как бы, враг рода человеческого, такое завел, что, непонятно, конечно, руки бы подбивать тем людям, которые, краплением, крапилом кресили, вот, но, те, кто и облились, и морочить голову, и перекрещивать, хотя, вот, брат Игна, Игна Тихоновича, я с ним разговаривал, отец Иоаким, я с ним тоже давно знаком, вот, он, говорит, не было крещения, не было ничего, ну, ложь, ну, нельзя так говорить, не было ничего, ну, так, если ты пришел с верой, ты знаешь, зачем шел, ты шел креститься, и тебя, насколько я знаю, вот, я не видел, чтобы крапели, обливают, трижды обливают, да, обливают, из ладошки, ничего не скажу, на голову льют, вот, я, не знаю, вот, я считаю, что крещение, действительно, потому, потому, что я, знаю, что я изменился, что, другое слово, благодать сошла, и, ну, и люди тоже, как бы, а если неверующий, ну, так, ты его, это самое, погружением к крести, он будет неверующий, все, я понял, приятно было познакомиться, мне тоже, спаси Господи, давай с Богом, с Богом, не болей, и, с Богом,